Друг, ищешь веселый канал по тематике ML? У меня есть что тебе предложить. Динамично развивающийся канал Трекстерина. Никита покажет тебе отличный монтаж, юморные гайды, а также эмоциональные стримы. В общем, заходи, смотри, подписывайся. Скоро на его канале 10 тысяч подписчиков и 28 июня день рождения. И в честь этого будет розыгрыш от Никиты. Ссылка на канал в описании. Мур, привет друг, это Зверько. И конечно, гайд на Дариуса. Наши локализаторы решили оставить это имя вместо Дирота. Как более приятная слуху, не буду лукавить, я им это и предложил. Трейлер я переведу позднее, ведь главное гайд, а лор чуть-чуть подождет. В записи мне помогли вот эти ребята, за что им отдельное спасибо. Поскольку пикнуть первым Дариуса у меня все никак не получалось. Итак, к навыкам этого демонического парня. У Дариуса нет маны, но есть гнев. Гнев накапливается от нанесения урона и имеет два стака. Каждый стак может усилить первый или второй навык. И в случае со вторым навыком это просто офигенно, но об этом позже. Каждый третий базовый удар наносится вокруг, поражая противников и исцеляя Дариуса. Кроме того, круговой удар перезаряжает на одну секунду первой и второй навыки. Еще одна особенность. Круговой удар не считается за автоатаку, поэтому бесконечная битва с него не срабатывает. Мне нравится пассивка, поэтому я в одном из билдов сделал ставку на автоатаку. Первый навык. Это снаряд, который наносит несколько раз урон всем на своем пути. Притом первый нанесенный урон будет сильнее, чем последующие один или два. Также этот снаряд замедляет противников на 30%. Усиленный навык выдает 140% урона, двойное замедление и покрывает немного большую область. В билде на урон навыков им можно хорошо дамажить. В билде же на автоатаку он используется при подготовке для набивания гнева и чтобы замедлить противника. Сурки урона получаются больше, потому что у навыка довольно продолжительная анимация. Второй навык. Дарью спрыгает в выбранном направлении и наносит удар. Этот удар станет и может прыгнуть второй раз на героя или лесного монстра, обрубив тому 50% физической защиты, а это очень много. Этот дебаф держится целых 4 секунды и ты, наверное, тоже подумал, что неплохо бы его усилить клинком 7 морей. Но этот предмет изменили и надо искать ему новое применение. Усиленный гневом навык снимает аж целых 75% защиты и замедляет противника на 90% бега. Дебаф на 75% защиты длиной в 4 секунды. Уже одно это похоже на ульту. Конечно, максимум этот навык, чтобы сократить кд. Ульта. Это сильный удар по всему же ому по прямой. Анимацию ускорили. Есть небольшой прыжок вперед, с помощью которого можно достать убегающую цель. Также немного замедляет пораженных. Контрисольта отходом в сторону или за спину во время анимации. И главное, в описании ошибка, что к урону добавляется 80% от потерянных хп. Нифига. По моим расчетам, только около 20%. Но математик из меня так себе. Поэтому просто покажу на боте. У Лейлы 2500 хп. И сняв на глаз где-то половину хп, Дариус должен получить к основному урону плюс 1000 за счет бонуса. Но, как видишь, такого прироста нет. Итак, что есть на руках. Набивка пассивки и урон. Высокая мобильность с диким срезанием брони. И мощная ульта, к которой надо попасть. Плюс в пассивке круговой удар автоатакой. По мне, так можно закупать и в автоатаку, и в навыки. Кому как нравится. Я же предпочту в автоатаку, но дам тебе обе сборки. Эмблемы берем бойца. Со вторым или третьим перком. Второй это на отхил, а третий наше усиление после замедления. А дополнительный навык вспышка. Она пригодится для реализации ульты и двойного прыжка. И теперь тактика. Помни, знания сборки не замещают знания тактики. Лезть Дариусом. Самое пекло занятие так себе. А лезть придется. Поэтому нужно прикрытие в виде танка, либо кого-то с контролем. Направленного фокуса чертенок не выдерживает. Но благодаря своему второму навыку, он может вносить уйму урона даже в бронированного противника. Более того, все союзники будут выносить цель, у которой отняли 75% физической защиты. Общие цели боя таковы. Кидаем в массу противников первый навык, чтобы набить себе стаки гнева. Вторым навыком не только перемещаемся, но и можем микростаном забивать анимацию и задерживать противника. Такой же толчок раньше был и у Бальмонда. Достаточно удобная штука при ловких пальцах. Выбираем цель фокуса и вторую часть навыка вливаем в эту цель. Теперь разобрать ее секундное дело, а если пытается бежать, ультуешь вслед. Если даже второй навык не заряжен гневом, не беда. 50% защиты все равно снимешь. Танки разлетаются только в путь, впрочем, как и многие другие. Дариус в автоатаку может соперничать в уроне с другими бойцами. Но если Дариуса собирать урон от навыков, то уже не так агрессивно придется играть, а больше на подхвате. Главное закрепи, нужно навесить дебаф на броню тому, кого хочешь убить. Ульта имеет подготовку, поэтому ее лучше применять в пылу боя, но когда на тебе нет фокуса. По убегающему противнику и, конечно, в связке. Вспышка плюс ульта, либо тупо из кустов. Сборки на автоатаку. Сапоги спешки. Начало скорости автоатаки. Клинок отчаяния. Почему-то мне очень нравится в последнее время брать его одним из первых предметов. Наверное, благодаря его пассивке, которая бустит урон. Бесконечная битва. Напомню, что ее чистый урон не проходит на третью автоатаку, зато пройдет по четвертой. Тут и вампиризм, и чистый урон, и КД можно заменить на когти Хааса. Багровый призрак и Яразберсерка. Стандартная связка для критов. Если вдруг противник дожил до лайтгейма, меч охотника на демонов. Или можно взять злобный рык для еще большего пробития и пуша. Сильная автоатака позволяет бегать с заряженным гневом и в полной мере месить морды врагов после использования второго навыка. И сборка на прокаст навыками. Магические сапоги для КД навыков. Топор кровожадности. Позволит реже возвращаться на базу за отхилом. Клинок отчаяния. Крылья королевы апокалипсиса. Даст и немного живучести, и отхил в тяжелой ситуации. Клинок семи морей. Если ты пропустил обзор, то вкратце. После зарядки удваивает урон с руки. И удар охотника. Увеличит и урон, и подвижность. Этот билд мне кажется играбельным, но не таким динамичным, как первый. Что же. Дариус требует быстрого принятия решений и неплохого микроконтроля. Но не волнуйся. Если сразу не получается. Это все тренируется. Скорым временем будут выпуски на Как контрить Гассена и Неожиданно гайд на реворкнутого Аргуса. Чтобы не пропустить. Подписывайся на канал. Поделись видео с друзьями. И конечно, поставь свою чудесную лапку. Удачи, друг. Субтитры сделал DimaTorzok